вот сергей вот в учебном центре слышим даже я помню когда курсы про легковые машины проходил да вот говорится что каждый раз после смены после как этого перерыва надо смотреть тягач прицеп то есть давай расскажи что водитель должен как но должен обойти тягач что перед тем как начать смену первую очередь когда вы закончили свой отдых и у вас началась рабочая смена то есть мы выходим с машины предварительно поставил на топографе молотки это показывает нашу работу это самое главное начинаем обход машины кто-то с правой стороны кто-то слева и тому как удобно первую очередь желательно посмотреть накачены ли все наши колеса потому что большинство водителей на это не обращает внимание не совершает обход а потом через некоторое время замечаешь что у вас пущено колесо опять останавливается вот убедившись что колеса все целые накачены красивые проверьте пожалуйста село убедитесь может быть идем и вокруг посмотрим не мешает мы исключены в ров объедем убедитесь что седло у вас находится в зацепленном состоянии потому что в жизни всякое бывает служил должен быть опущен да опущен флажок дальше обходя машину убедитесь что у вас лапы стоят в транспортном положении подняты что у вас баки закрыты пробки закрыты полетники закрыты обходя дальше что у вас полная комплектация у вас не пропали упоры подойдя к дверям прицепа убедитесь что у вас висит пломба закрыт тапа замок также целостность фонарей идем дальше что ваш ящик закрыт запаски на месте фиксация запасок на месте то есть они не откручены что над вами не пошутили не поставили стояночный тормоз на прицепе с другой стороны опять же убедиться что ваши колеса накачаны обращайте внимание на гайки если имеются потеки это и рыжие потеки ярко выраженные это говорит о том что возможно у вас ослабли гайки и возможно необходимо проверить затяжку гаек на колеса проходя дальше убеждаемся что номерной знак тоже на месте и процессе движения на предыдущей смене он тоже не потерялся в жизни всякое бывает опять же крышка на баке на месте если у вас температурный груз проверить что у вас правильно выставлена температура вас работает ну и принципе все сергей а вот и вы проговорили сейчас про ежедневный как бы осмотр а что вот надо делать с давлением машин как проверяется когда выезжаешь с холодного в теплые погоды с теплого до холодную когда вы заехали более холодную страну примеру скандинавию заехали или более жаркую страну примеру в испанию после того как у вас закончился отдых вот или на длительной паузе когда у вас колеса остыли то есть они холодные и необходимо проверить давление в колесах для чего это делается когда вы заезжаете более горячие страны давление увеличивается в колесах возможно его надо нормализировать когда вы заезжаете в холодную страну давление колеса падает из-за температуры опять же там может вероятнее надо поднять давление и это давление в колесах влияет очень сильно на расход машины на накат машины ну в принципе основные моменты которые нам необходимы спасибо сергей за короткий урок будем учесть а а а а а а